Добрый день, дамы и господа! Здравствуйте, Жень! А дамы на канале есть? Оказывается, есть, и их немало Вот, сделали мне замечание А что они делают на канале? Мужик контролирует, чтобы лишнего не покупали? Интересуются у этих женщин очень хороший вкус Ну да, мало ли, что на ютубе покажут Лучше быть рядом Сегодня... Так, так, ты меня не сбивай Сегодня приехал Дима в очередной раз И вот я вам обещал рассказать про свою корысть Вот сегодня я ее вам озвучу Привез он прицел Ну, пускай он сам расскажет, что он привез Ну, никакой корысти здесь уже не нету Просто в предыдущих роликах мы вам рассказывали Про новый прицел компании Пульсар Диджи Сайт Прибор из средней ценовой категории Евгений у меня спросил, есть ли что более бюджетное Ответ на этот вопрос Да, есть Я привез новый прицел от компании ЮКОН Который называется Сентеней Прицел с кратностью 3 Диаметр объектива 60 мм Его можно установить на оружие с ударной нагрузкой до 3700 джоулей Что соответствует 308 калибру Прибор позволяет обнаруживать объекты охоты на дистанции до 200 метров в четверть луны У Евгения уже есть такой прибор Насколько я знаю, он его эксплуатирует давно Давно это больше 10 лет Женя, посмотри, скажи, что изменилось с тех пор Ну, корысть моя простая На самом деле, просто, ну, все показывают Новинки, новинки там Ну, соответственно, там, ценовая планка Меня очень интересуют бюджетные ночники Как вежливо Дима сказал в одном из роликов Это не хлам, это не мусор, это классика Ну, вот как я вижу Я не нахожу ни одного отличия Прошло более 10 лет А классика остается классикой Но, раз этот прицел выпускается Значит, он востребован Значит, он находит своего покупателя Все секреты этого прицела, я думаю, знаю Но, тем не менее Жень, расскажи про реальные дистанции применения этого прибора Вот, а также про объекты охоты, которые доводились И ты считаешь, можно добывать с этого прибора Ну, прицел намоленный Я говорю, ну, вы все лучше меня знаете, какие у меня прицелы есть Вот этот прицел очень намоленный Если ставить какие-нибудь зарубки или знаки там различия То корпус его маленький для этого По дистанциям В книжках пишут, но у них свои У них свои методы определения дистанции Я скажу так Прекрасно опознается Средний зверь Лиса Кабан До 50 метров Если пользоваться штатной подсветкой Он идентифицируется Можно определить пол, возраст И произвести точный выстрел Если вы бредите какими-то запредельными дистанциями Этот прибор позволяет это делать Ну, понадобится небольшое дополнение Вот ему тоже 300 лет в обед Это дополнительная подсветка Вот при помощи нее можно произвести выстрел До 120 метров Это реально, это работает Я с полной ответственностью это утверждаю Главный изюм этого прицела Конечно же его ценовая планка По оружию Используя этот прицел Но это опять в моем случае На двух видах оружия Это 22 ЛР и арбалет Он полностью на этих Калибрах Закрывает все цели Не уставал говорить И буду говорить везде С любой площадки Что вот разница между Новомодным тепловизором И вот этим прицелом Огромна Но она несоизмеримо мала С той разницей С той пропастью Которая лежит между Вот этим прицелом И фонарем Да, Жень По поводу охоты с фонарем Мне лично Мне эта охота не нравится Именно охота Начиная с фонарем Я считаю, что стоит Использовать Такой простой Хотя бы такой простой Ночной прибор Он позволит вам Не только выстрелить по месту Но и правильно Выбрать объект охоты Включить ошибки Потому что Ту ночную охоту с фонарем Которую я видел Она выглядит как Выходит зверь На кормушку Охотник видит мутное пятно Целится в него Включает фонарик Тут же нажимает на спуск То есть разобраться Куда он стреляет Времени у него нет Я лично не представляю Как можно получить удовольствие От такой охоты Добывать конечно Зверя с фонарем Можно Но лучше все-таки Изыскать возможность И приобрести Хотя бы Такой простой Ночной прицел Который закроет Ваши задачи По добыче зверей В темное время Ты знаешь Дима Я конечно согласен с этим Но наша действительность Она к сожалению Очень далека 90% охотников Не имеют Даже вот такого прицела Я согласен Вот И поэтому Как-то говорить Охота Удовольствие Но иногда Просто нужно мясо И таким охотам Быть Но все равно Если есть Какая-то Незначительная Возможность Или Желание Надо обязательно Рассмотреть Прицелы Подобного уровня Да потому что Охотиться с ним Гораздо лучше Чем охотиться С фонарем Либо вообще без него Я знаю люди Даже мелом ствол Мажут Чтобы лучше видеть Мазали мы все И все это было Но Опять я говорю Вот Открывается целый Ну диапазон Новых возможностей Все с вышек слезли Сиш слезли Пошли по домам Вы только выходите У меня такое было Первый ночник У меня появился Раньше Чем у многих Охотников И я говорю Я был Вот работал Знаешь Я себя сравниваю С Микояновским Мясным заводом Я представляю Вот И просто Слушай Жень А вот не знаю Вот мы Я тебя оставлял На тестировании Он у тебя до сих пор Находится Новый Представил DigiSight Что ты думаешь Можно их сравнить Эти приборы Или лучше даже Не сравнивать Не буду я Ничего не говорить Почему Это рыба или мясо Рыба и мясо Потом Как можно сравнивать То есть Разные ценовые категории Да Вот Ну плюсы Конечно есть там Но Этот прицел Я считаю Стоит использовать Ну на уровне Компромисс Да Лучше с ним Чем без него Да это как Человеческий язык Найдет любые формы Подачи информации Этот прицел Нужен В этом прицеле Я уверен За этот прицел Я несу ответственность И говорю Ребят Не надо слов Вот мой выбор Не самый плохой Арбалет Я могу заморочиться Поставить Дедал Какой-то Мне хватает Опять Не будем устраивать Кукольный театр Будет Наверное Нагляднее Если я покажу Возможности Вот этого прицела Наглядно А вы уже Решайте Вот такая у меня Корысть Одна из любимых Моих моделей Пользовался Пользуюсь И буду пользоваться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... это мой сентинель